Беспечность – первая ошибка любого потребителя. Прежде чем применять электронагревательное устройство, первым делом нужно проконсультироваться со специалистом, определиться с выбором марки и мощности приборов, проверить состояние электропроводки и определиться со способом их подключения. Категорически запрещается пользоваться самодельными электронагревательными устройствами. Их использование может привести к поражению электрическим током, а также к возникновению пожара. При использовании переносных бытовых электронагревательных приборов заводского изготовления необходимо учитывать состояние электропроводки, а также не допускать перегрузки электрической сети. Для оценки состояния электрической проводки необходимо проведение электрофизических испытаний и измерений. Указанные испытания и измерения проводятся специализированными электротехническими лабораториями. Для исключения перегрузки электрической сети следует избегать подключения от одной штепсенной розетки нескольких электроприемников, таких как холодильник, электрический чайник, электрический обогреватель и тому подобное. Также для защиты электрической сети от перегрузки применяются автоматические выключатели, либо предохранители с плавкой-вставкой. Замена автоматических выключателей на автоматические выключатели с большим номинальным током, а также использование некалиброванных плавких вставок, так называемых жучков, может привести к пожару. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электрической проводки следует доверять производству работ по замене неисправных автоматических выключателей, а также замене плавких вставок предохранителей только специализированному электротехническому персоналу. Не стоит забывать об опасности, которые таят в себе трубопроводы и теплоустановки. При сильных морозах температура горячей воды может достигать 90 градусов, пара – 300 градусов. Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к трубопроводам, паре и горячей воды, крутить задвижки и вентили, экраны. Даже если вам понадобилось развоздушить радиаторы, отопление лучше обратиться к специалистам, так как при срыве воздушной пробки вы можете причинить себе и соседям значительный ущерб. Вследствие затопления помещения также получить ожог. Также в целях исключения случаев теплотроматиста с детского возраста следует помнить, что запрещается ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям, перелазить через трубопроводы на темные прокладки в местах, не оборудованные переходными мостиками, спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы, проникать в помещения центральных и идеальных тепловых пунктов, приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей и сварочные работы, спускаться и пересекать не в оборудованных местах траншеи и канала. Еще один важный пункт – отопление в квартирах и домах. В частном секторе хозяин сам выбирает и устанавливает температуру в помещении. Что касается многоквартирного жилого фонда, то здесь потребитель имеет право на получение качественных услуг. Для того, чтобы без особых затрат сохранить тепло и пережить холодное время без неприятностей, нужно соблюдать ряд простых правил. Напомню, что температура внутри жилых помещения должна быть не ниже 18 градусов. Из опыта рассмотрения обращения жильцов многоквартирных жилых домов можно сделать вывод, что основными причинами недостаточной температуры являются неудовлетворительное состояние подъезда, окон и дверей квартир, засоренность отопительных приборов, отсутствие их в подъездах, самовольное изменение схемы системы отопления жильцами в своих квартирах, повреждение тепловой изоляции разводящих трубопроводов системы отопления. Устранение этих причин должно осуществляться, исходя из балансовой принадлежности жилого фонда и инженерной сети, а также на основании заключенных договоров. Василина Бускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.